Если ты не гей, то на лайк нажми скорее. Здарова, гангстеры! Прямо сейчас мы стоим с вами на обочине, потому что сейчас произойдет сделка века. Мне предложил парень вконтакте, вы его, кстати, видели недавно в видео, где я обменивался вот на эту машину. Он мне сказал, Лёха, твой скин Пола Уокера только что продавали, но их мало в продаже, как вы понимаете, их сложно выбить. Он мне предложил обменять один такой же классный скин на другой. Вот, кстати, реакция на эту тачку. Вы просто сразу видите, как люди реагируют на эту машину. Я реально на ней катаюсь, все на нее реагируют, на другие не реагируют. Это не важно. Сегодня произойдет сделка без денег. Я вам серьезно говорю, произойдет она в кустарных условиях. Именно это было одно из самых главных условий этой сделки. Она произойдет здесь недалеко, ну вы просто охренеете, в каком месте. Я сразу понял, что это за место, как мне сказали, и я прямо сейчас сюда еду. Но ехать нам недолго, потому что мы, пацаны, уже приехали. Сделка будет происходить вот здесь, в конспиративной квартире. Мы должны приехать вот сюда, припарковаться. Вот нас Доминик Торетто ждет. Мы стоим в кустах вот здесь. И в полной тишине должны закрыть машину и выйти, чтобы совершить эту палево. Здесь происходит палево. Я с хвостом. Меня рассекретили. Что, как поступим с ним? У нас не получилось сделать это незаметно. Придется при людях. Придется при людях? Может, войдем внутрь, и он постоит снаружи, не будет смотреть за всем? Да, пусть охраняется. Да. Он решил войти внутрь, да, я вижу. Может, дружище, постоишь здесь, поохраняешь, как бы? У нас очень секретная сделка, ты не должен видеть всех ее условий. И не должен подслушивать. Дружище, ты завис? Нет? Ну и вот это. Ты не должен подслушивать. Поохраняй, да, ты там не заходи, это мало ли. Входите внутрь. Мы пришли на сделку. Итак, это первая в моей истории сделка без денег. Ключ на ключ, как говорится. Лицо на лицо. Я готов. Скин на скин. Скин на скин, носки на скин, да. Давай по самому риску я буду бросать на землю и ты подбирать. Я буду первым. Нет, давай через гифитом. Ну или так, давай, окей. Если ты настолько не рисковываешь, окей, давай через так. Подожди, поеди. А у тебя двоим... Мне нужно... Вот в том-то и дело, да. Я скидываю в этой комнате, а ты в твоей. Мы берем. Давай. Давай, брат, успевай. Это очень большие деньги. Ты взял? Да, да. Отлично. Половина сделки завершена. Главное, чтобы сейчас он никуда не ливнул, потому что я первый должен был это сделать. Вот что меня смутило. Ну и все как и должно быть. Мы с тобой два голых мужчины в уединенной квартире. Никто нас, хотел сказать, не видит. Давайте без пошлостей. Давайте без оружия. Мы не гомосеки. Давайте, давайте. Я понимаю, вы из-за дела по борьбе с гомосеками. Но я хочу сказать, что семья это главное. Потому что я теперь официально перенадел... Перенадел свой скин на Дэвида. Вот этого вот. Доминика Дэвида. Дэвида Тарэто. Господи. Теперь у нас обновка, пацаны. Мы поменялись реально скинами без денег. Такого еще у меня не было. Я сниму даже маску, чтобы вам показать. Он-то... Найс тайминги, брат. Найс тайминги, короче. Как вы видите... Давайте снимаем вместе. Скин просто действительно классный. Но скин, который я получил, стоит немного дороже. Плюс-минус 5 миллионов. Но из-за того, что сделка не с моей стороны, я на нее согласился. Мы решили один к одному обменяться. Ну что? Удачной сделки. Я поехал нагибать, так сказать, контейнеры. Потому что мне в этом скине не везло. Именно эта причина, по которой я, пацаны, обменялся. И взял этот скин. Потому что мне в нем, сука, просто-напросто не везло. Я прямо сейчас еду камбэкать с 44 миллионов на конты. Хватит на 3 конта, честно сказать. Но надеемся, что камбэк произойдет. Тут наши пути разъезжаются. Я влево, ты вправо, как говорится. Все, пацаны. Поехали в сторону контейнеров. Я не ожидал, я честно не ожидал, что вот такой голос я услышал. Ну да, что я хотел. Прыгай, прыгай. Полетели, полетели. Полетели. Вот это, вот это я понимаю, скин нормально. Тоже приобрел. Смотри, не ожидал? Да, я тоже лысый. Знаешь, что происходит, когда такая женщина как-то появляется в машине и лысый мужик? Вот примерно там оранжевая и черная такие цвета, как моя машина. Только там такая еще такая отбивочка из барабанов, знаешь? Ну вот. На конты едем, да. Ты признавасся, ты на свой скин уже дрочил, да? Да-да-да-да-да, по голосу слышал. Раскусили тебя, дружище. Но полигонов у него нормально. Я, к сожалению, не могу... Я не могу показать вблизи. Хотя попробую немножко ножку хотя бы вот там вот. Аккуратненько. Ладно, заезжаем на контейнеры. Что я хотел вам еще рассказать, пацаны. Так, я чуть потише сделаю. Я еще куплю маску золотую. У меня сейчас есть черная маска. Но есть предложение купить золотую за 10 миллионов. Я, конечно же, на него согласился. Я жду, пока парень придет с работы. Зайдет на Радмир. Надеюсь, он работает не на шахте, работает на Радмире, а потом на шахте. Ну, вы поняли. И продаст мне эту маску. А пока я приехал на контейнеры. Испытывать удачу в новом скине. После покупки обычно заносят очень сильно. Так, пацаны, есть Дубай. Маску мы не стали надевать, чтобы контейнер видел нашу рожу. Ну, кстати, это хороший компонент для видео. Я не знаю, надеюсь, от Ютуба я не понял. Это вроде игровая какая-то карикатура, короче. Ну, вы поняли. Очково, что такие скины есть на Радмире, они бегают. Но есть еще хуже. Есть еще хуже, и вы, думаю, догадываетесь, какой это скин. Ладно, первый контейнер. Мы сейчас реально камбетчим. Это вот бабки, которые у меня остались. После покупки второго гигантского моего дома. Кстати, сегодня еще раз покажу вам его. Что там новенького в нем. Но это совершенно другое. Мы реально должны от камбетчить. В прошлый раз не получилось, я поэтому решил обменяться на скин, не покупать его. Это очень выгодно в моей ситуации сейчас. Но все-таки давай посмотрим, с первого конта будет занос или нет в новом скине. Давайте. Давай. Дэвид. Да, господи. Доминик Торетто. Дэвид. Почему Дэвид? Что за имя? Почему она привязалась? Итак. Ламборгини. 14800. Мы не в минусе, не в плюсе. Ну, примерно около нуля. У нас есть два. Один слева, другой справа. И сзади не одного. Попробуем сразу открыть два. Но пока что мы ушли в небольшой минус. Буквально там 300 косарей. То есть по-прежнему 44 на руках. Я хочу камбэчную записать. Прямо жесткую, лютую серию. Ну, хотя бы, да. ЦЛК. Это вообще минимум, что отсюда должно упасть. Ну, ЦЛК я продам сразу. Оно выпадет, и я продам сразу. Такой план на сегодняшнюю серию. Давайте проверим, получится он у нас или нет. Но я реально прошу, чтобы произошел камбэк. Я не хочу продавать ту имущество, которую имею сейчас. Потому что оно, по факту, сейчас самое лютое за все время, которое у меня было. Если я начну продавать, то это опять будет абсер. Нужно камбэчить. Хаммер. Стоимостью 11 миллионов. Когда-то машина стоила 40. Так быстро меняются цены. Как, например, на скин Пола Уокера. Если еще недавно он вышел, как вы помните, за него готовы были мне дать 80, то и то 100 миллионов в первый день выхода обновы, как я его выбил. Сейчас 40 миллионов. А Дэвид Доми... Ёб, твою мать, какой Дэвид. Доминик Торетто стоит у нас 45, 50 миллионов. Ну, то есть там разброс отца такой же примерно. Скины по одинаковой стоимости. Не, ну вид хороший, а базару нет. Пацаны, вы на контейнер все смотрите? Смотрите на лысину на мою. Куда вы смотрите? Я же вижу. На мою жопу смотрите, вы что? А ты здесь что с цветами-то, дружище такой, мальчик? Так, понимаю. 36 миллионов. Мне становится очков, потому что пока ничего я не выбил за последнее, ну реально. Ну ладно, Авинтадор Джей был. Базару нет. Но я его сразу обменял на машину. И он был вообще не вовремя. То есть мне нужна тачка из обновы. Или Бугатти Дива, пацаны. Вот Бугатти Дива было бы прям бодро. Даже ЦЛК. Хоть она и старая, но она стоит бешеных денег. Ее практически реально никому больше не выпадывало. Этой машиной. И ее никто не получал. Поэтому мы нажимаем левый альт и ждем ЦЛК. Но только лишь ЦЛК. Розовый гелик. Вы серьезно? За 13 миллионов. Ладно, у нас там 13 секунд на следующий. Этот чел нам мешает пробежать. Но мы залетаем сюда. Ой-ой-ой. Блядь, ну давай. А там ЦЛК было. Ты заблочил, застопил. Как быстро испытать чувство вины за 50 секунд. Который короткий туториал. У нас три дубайских. Я не знаю, какой открыть. Поэтому мне подскажет Сири. Сири, назови число от 1 до 3. Это 3. Третий. Как будем считать, если третий? 1, 2, 3. Ну третий, скорее всего, там вот в конце. То есть однозначно он не может быть ни вторым, ни первым. Он однозначно последний значит, собственно говоря. И третий. 15 миллионов, 150 тысяч. Погнали. Если у меня не получится, я последние деньги пойду ставить по миллиону на число, наверное, в кайзеке. Если такое произойдет. То есть я сегодня либо богат, либо в крайнюю нищету впадаю. И зато у меня есть скин, дом и все из обновы. Кроме нормальной машины. Ну, типа там Супры. Или как раз таки вот это вот. Ну, я называю ее Элегией. Ниссан Скайлайн ГТР. Ну, прошлого поколения там. Позапрошлого, ладно. Я уже даже сосчитать эти поколения в голове не смогу. Я хочу закомбетчить. Но бабки тают на глазах. Мы уже просрали 10 лямов. Шансы все меньше и меньше. А контейнер стоит 15 миллионов. А падает полная шляпа. Я не знаю, что с этим делать. Снова три конта. А, Сири, назови число от 1 до 3. Это 2. Нет, я не послушаю парня. Я открою второй. Не знаю почему, но я послушал Сири, потому что как бы первый раз она меня подвела. Наверное, логично было послушать ее второй раз. Хотя пацан мог быть прав. Постараемся открыть все быстро, максимально. 15-150 нужно сделать на Ctrl-C. И погнали. Что говоришь? Я успею открыть тот пацан. Только когда я открою, нужно отойти немного влево, чтобы я не заблочился от вас. Давайте договорились. Потому что сейчас будет спидран. Давайте, я сейчас готов сразу спидранить. 17 секунд. Я успеваю. Тут разница в несколько секунд. Полетели, давай, теряем секунду уже. Уже, ламба, говно. Продаем в порту. Прыгаем, прыгаем. Не блочим, не блочим, не блочим. 6 секунд, успел. Все, если здесь реально бодрое, я с этим парнем даже поделюсь. Но если там что-то реально прям мега бодрое, я ему отсыплю денег. Но пока 29 миллионов с каждым разом все меньше и меньше не падает практически ни хрена. Ну неужели мне в новом скине ничего не дадут? Да быть не может. Неужели от скина ничего не зависит? Все же верят в то, что от скина все зависит. Сколько видео на ютубе о том, что вот я купил новый скин и мне в нем везет, а в старом не везет. Да и у меня такое было. Но я не хочу думать, что новые обновленные скины и в них ничего не падает. Сюда, пацаны. Это уже бодрян. Не, ну тут бодрян я пообещал. Сколько это стоит в порту? 75. Я тебе 2 миллиона должен отсыпать. Как ты и просил. Ну не сейчас, подожди, я не закончил. Я только откомбэчил бабки. 89. Комбэк произошел, я открою. Знаешь? Ниже 80, если упадем, я уйду. Я сегодня без херни. Мне нужны бабки, реально. Прям вот здесь же появился конт, и парень говорит, что прям с него повезет. Ну что, верим? Он мне реально подсказал. Сегодня он, возможно, мой талисман. И я без приколов вам это говорю. Сири нам насоветовал полнейшее говно. Парень просто первый же конт говорит, зря ты открываешь, тот вот в том лежит. Да, за 75 я в порту слил сразу. Но я его по-любому уже дешевле продаю, да, ведь на рынке? Он уже позадревний там уже, ему миллион лет дореволюционный он. Ну ты, я тебе отвечаю, если ты не отдашь его бабки, я на тебя буду тебя жалко. Не-не-не, давай без всяких. Ух. Ещё плюс бабло. Плюс бабло, пацаны, пошло. А что такое, пацаны? Я уже верил в полный фулл тильт. Всё, в дед инсайд и в то, что вот я просто ливну и такой... Но нет, пацаны. С хитрой рожей камбэгаем соточку. Уверенную соточку, новый скинчик. Это прямо серия бодрая, за неё стоит поставить лайк. Да ещё и вот этой вот голой женщине, парню. Ну блядь, кто этот дел скин? Ну это же просто трэш. Это очень опасно, так вот, беготня вот этого скина. Я не хочу за него просто... Ну ладно, я думаю, вы понимаете. Вот, вот нормальная женщина, смотрите. С рожей просто какой-то псины или собаки, что это? Просто, блядь, мечта, одноклассница твоя по-любому. Ладно, открываем, 7 миллионов, понятно. Уйти с 90 и отдать ему 2 или открыть ещё 1? Давайте, 1. Это уйти, 2, это ещё остаться на 1. Сири, назови число от 1 до 2. Это 2. 2, ещё остаёмся на 1 контейнер. Ещё 1, что именно? Ну плюс именно, говорю. Плюс? Ну давай плюс, x3, а не плюс. Давай вот такими словами говорить. Плюс это, знаешь, и плюс миллион это не плюс. А вот x3 это плюс. Ну я хочу 100 плюс, чтобы на балансе было. Это любая машина, которая стоит 15 плюс 8 и всё. Ну то есть примерно 24 миллиона. А, 23. Ну ладно, ну 20, ну я думаю вы поняли там, потому что 150 копейки. Какая разница? Открываем, полетели. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 16 миллионов? Ну ты мне наколдовал плюс? Да, базару нет. Ну это плюс 600 тысяч. Ну а страть хотя бы плюс не минус. Ну а тут не поспоришь с ним. Да, тут плюс и не минус, и то рано хорошо. Давай следующий сразу откроем. На балике 93. 2 я ему должен. Ну в принципе можно рискнуть ещё разочек. Но я не хочу останавливаться. Мало ли мне реально сейчас насыпят в новом скине. 300 же SL выпал. Но я вернулся хотя бы к бабкам. Это очень хорошо. То есть я практически вернул себе стоимость дома. Вот. Когда я покупал дом, у меня было 160. Если я сейчас уйду со 160, у меня будет плюс дом, плюс скин. Это просто на халяву по сути. Живём чисто на счёт контов. Не за счёт бизнеса. Ладно, открываем. Эта хитрая рожа что-то учуяла. Кибертрак, поидёт. Ну не, я в плюсах, наверное, походу, да. Бля, 99. 99, как же я хочу увидеть сотку. Я не могу, я хочу увидеть сотку. Если я на этом прогорю, это будет жёстко, но я увидеть сотку хочу. Просто, ну чё, я ему отдам 2 ляма, у меня будет 98. 98 не 100, сами понимаете. Звучит как бред. Но я думаю, вы меня прекрасно понимаете, о чём я говорю. 99 ни хрена не 100. 99 это как 1 из 100. Такая же разница. То есть у тебя либо... Ну, я не знаю. Это эффект Альдорадо называется, кстати, к слову. И он работает в родном мире просто дичайшим образом. Я хочу просто вот плюс 500 косарей и реально буду... Нет! Плюс 2,5 миллиона нам нужно отсюда вытащить. Чтобы у меня реально была сотыга такая уверенная, такая котлета на руках. А у меня ещё номера крутые есть в целом. Но продавать имущество я не фанат. Я люблю лутать бабки. Давай, погнали. Лексус. Ну, он же стоит денег. 15 миллионов. Мы в минусе на 150 тысяч. Началась какая-то подстава. Чувствует моя жопа. Но нужно удостовериться. Всё, ладно. Если не повезёт в этом, начинается по-любому, скорее всего, подстава с этого момента. Я это знаю, я это проходил. Если действительно с этого контейнера ничего не падает, то мы смело останавливаемся и уходим. Да, придётся как бы немножко со своей психологией поиграться, что нам тут не хватило 600 тысяч. Что такое? Можно передать привет попросту? Ну, конечно, можно. Ну, конечно, можно. 100 тысяч рублей, то я тебе миллион 900 должен был. Окей. Согласился? Как легко продать привет за 100 тысяч? Ну, нормально. Алекс, здорово, заебал. Алекс, здорово, заебал. Принимаю приветы по 100 тысяч. Слушай, 10 приветов в видео, это миллион. Можно и за миллион продавать, кстати. Что-то 10 это много. Это всё видео из приветов будет. Это не... Ой. Ну, всё, да, о чём я и говорил. Ну, чё, поехали в заказ, 2 миллиона. На самом деле, скорее всего, я ему 2 миллиона давлю просто из-за скина. Типа, он его окупил, на самом деле, полностью. Но он подсказал, он был прав. Я обязан был. Я ещё в голове подумал, если там что-то жёсткое. Да я и сказал это вслух, о чём я говорю. А это только я сразу исполнил, это будет. Давай, слушай, как бы. Детей не будем заводить, портить птихику, а то мало ли у какого-нибудь ребёнка будет 2 отца. Хоть ты и выглядишь не как отец. Но голос у тебя явно отцовский. Да, да, да. Да, ну... Всё, я тебе скиду 2 миллиона, можешь, как бы, сразу змею придушить на свой скин. Третий раз уже, да, будет за сегодня? Чё, давай, говори номер счёта. Бля, у меня 38 рублей, я тебе без приколов говорю, я же всё снял. Положить деньги, подожди. 2 миллиона ему как раз кладу, перевожу, и там с комиссией как раз за привет. Перевести на другой счёт. 216-248. 2 миллиона. Всё, да, одежду купишь себе, то как-то сверкаешь, ещё мать родила бегаешь. Коглов, привет, всё. Два привета ты мне за один заплатил. Штраф в следующий раз будет, если встретимся. Всё, пацаны, ставьте лайки, получайте приветы, пока ты, и до скорых встреч. Это была очень охренительная серия, камбэчная, как я и просил. Так она и произошла. Можно было чуть больше камбэкнуть, но это уже в следующий раз на фулл серии по кантам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok